Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что каждая страна Евросоюза будет самостоятельно принимать решение о снятии ограничений на удары Украины по территории России. Об этом он сказал по итогам прошедшей в Брюсселе неформальной встречи глав МИД ЕС. В конце концов, вывод заключается в том, что это решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств, и каждая из них будет принимать решение, которое считает целесообразным. По его словам, не все страны Евросоюза представляют дальнобойное оружие Украине, поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также принимал участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС, призывал Альянс убедить Великобританию и США снять ограничения на использование оружия для ударов по законным целям на территории России. Украина, по данным политика, намеренно предоставит США перечень объектов на территории России, по которым планируют нанести удары дальнобойными ракетами в случае снятия ограничений на использование американского оружия. В июне США разрешили Украине наносить удары американским оружием по всей линии границы с Россией. Однако Белый дом все еще опасается, что использование дальнобойного оружия для ударов по России может спровоцировать Кремль на более агрессивные действия. Кроме того, стало известно, что Украина может применять переданные от Нидерландов истребители F-16 на территории России, заявил в интервью НОС, командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсайм. «Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — сказал он. По его словам, то же самое касается другого поставленного Нидерландами вооружения. «ВСУ могут распоряжаться им на поле боя по своему усмотрению, если будут соблюдать принципы международного гуманитарного права». «Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло», — подчеркнул военачальник.